МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости муниципалитета. Смотрите сегодня в нашем выпуске. 95-й день рождения отметила заслуженный работник просвещения Изабелла Викентьевна Белозор. Я не бываю без дела. Вообще никогда. Быть в ответе за тех, кого приручили. Хаски – порода, требующая особого внимания. Хаски – ездовая собака. И, как всякая ездовая собака, прекрасно умеет ездить на шее своего хозяина. В объективе – видеокамеры улицы старого города. Старая часть видного относительно небольшая. Пройти ее всю можно в течение часа. А с интересным рассказчиком время пролетает незаметно. 95-й день рождения отметила заслуженный работник просвещения, первая учительница немецкого языка школы номер один и одна из основателей Видновской детской школы искусств Изабелла Викентьевна Белозор. Поздравил юбиляра с этим знаменательным событием глава муниципалитета, а также наша съемочная группа. В этом небольшом, но очень уютном доме, утопающем в зелени, на центральном проезде живет человек, которого лично знают многие видновчане. Заслуженный работник просвещения, первый преподаватель немецкого языка и музыки в школе номер один Изабелла Викентьевна Белозор за свою профессиональную деятельность вырастила немало медалистов и победителей Олимпиад. Недавно ей исполнилось 95, во что, если честно, верится с трудом. С этим событием ее пришли поздравить глава муниципалитета Валерий Венцер и глава городского поселения Видное Моисей Шимаилов. Это наша награда города Видное за заслуги перед городским поселением Видное. Разрешите вам вручить? Спасибо. И в связи с тем, что у нас в этом году отмечается 90-летие нашего Ленинского муниципального района, позвольте вам вот такую памятную медаль вручить с 90-летием Ленинского района. За чаепитием Изабелла Викентина рассказала гостям, как в далеком 1947-м переехала в Видное. После окончания Института иностранных языков наша героиня трудилась сначала в школе 616, а затем в 1955 году перешла работать в только открывшуюся школу номер один. Говорит, ее бывшие ученики часто заходят в гости. Она как бы помогла нам еще вместе сдружиться, я бы сказала, чтобы это чувство взаимовыручки и товарищества класса еще со школы, оно продолжалось в течение всей нашей жизни. Изабелла Викентьевна человек в этом смысле совершенно необыкновенный как преподаватель, как вот человек, она к ней тянется как магнитом. Вскоре Изабелле Викентьевне предложили преподавать еще и музыку. Бывшая ученица и невестка-юбиляра Людмила Павловна уверяет, что именно эти уроки привили школьникам любовь к музыке на всю жизнь. У нас в школе был клуб любителей музыки. И Изабелла Викентьевна составляла такие сценарии. Когда проходили такие выступления наши, то за инструментом всегда были учащиеся. Но иногда Изабелла Викентьевна, когда это касалось серьезных вещей. Когда в образовательном учреждении появились еще несколько преподавателей музыки, было решено перевести их в отдельное здание. Так и появилась Витновская школа искусств. К сожалению, в последнее время наша героиня не садится за рояль, но до сих пор занимается немецким языком с учениками. С нами она поделилась своим личным секретом долголетия и здоровья. Во-первых, желание жить, бесспорно. А потом желание трудиться. Я не бываю без дела. Вообще никогда. Вот если у меня даже остается вечером какое-то свободное время, мне даже не очень хочется сесть, что-то посмотреть по телевидению. У Изабеллы Викентьевны двое детей, четверо внуков и трое правнуков. И всеми она очень гордится. Внук мой закончил сначала Институт иностранных языков. И мне сказал, стал учителем немецкого языка. Он говорит, бабушка, твою специальность я получил, теперь я буду в дедушке получать. В свои 95 Изабелла Белозор сама следит за порядком в доме, готовит и много читает. И это лучшее подтверждение народной мудрости, которое гласит «Движение – это жизнь». Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Состоялась встреча заместителя главы администрации муниципалитета Сергея Гаврилова с представителем застройщика и дольщиками жилого комплекса «Новая развилка». Главная цель – проинформировать людей, как решается их проблема. В соответствии с договором долевого участия, застройщик ООО «Инвестсити» должен был сдать новые жилые дома осенью этого года. Но в связи с возникшими проблемами с кредитованием процесс затянулся. Сейчас для завершения объекта ведутся переговоры с российскими банками. Для получения кредитных средств застройщику необходимо продлить разрешение на строительство на два года. «Обродление разрешения на строительство. Мы тогда от вас номерочек получаем. Коллегами с менеджерой политикой связаны, понимаем, в какой стадии находятся, какие сроки, информируем участников долевого строительства. По госстроенадзору, соответственно, аналогичная ситуация. Номер заявки тоже скажете. Мы будем понимать, какие сроки. Скажем так, мы получим от коллег ответ в этой части». В случае, если застройщик получит отказ на выдачу кредита, администрация подготовила страховочный вариант. «В настоящее время совместно с Министерством жилищной политики Московской области, администрацией и самим застройщикам принимаются все возможные меры для того, чтобы было открыто проектное кредитование для них возможности достроя. Либо, как вот сегодня было на встрече озвучено, если этот вариант не проходит, рассматривается дополнительный, это привлечение иных организаций строительных в этот объект и доведение его уже до конца». Речь идет о строительных организациях, хорошо зарекомендовавших себя на территории муниципалитета. Регулярные встречи с дольщиками для отчета о развитии ситуации продолжатся. «Хозяин, найдись!» Потерялась хаски. В последнее время социальные сети полны сообщений о том, что собаки этой породы оказываются бесхозными. Немало их и в приютах для бездомных животных. Но в наших силах исправить ситуацию достаточно каждому, кто хочет стать владельцем этой добродушной, но чрезвычайно активной собаки помнить, что мы в ответе за тех, кого приручили». Сюжет Екатерины Коваленко. Прондительные глаза, искрящаяся энергия, дружелюбность по отношению к людям. Мода на хаски вполне объяснима. Не только в кино, но и в реальной жизни у людей появляется все больше собак этой древней породы. Но у такой популярности есть и обратная сторона медали. Хаски чрезвычайно активна, и стать ее хозяином по силам не каждому. «Никогда не продам щенка человеку, который попросит собаку из фильма. Никогда не продам тем, кто покупает щенка для своих родителей, пенсионеров, живущих в деревне, чтобы мне было скучно. Никогда не продам сверхзанятым людям, которые скажут, что им некогда уделять внимание собаке». Обратившись на популярный сайт объявлений, можно найти массу предложений о продаже хаски. Цены кусаются в среднем 20-30 тысяч, а иногда и значительно выше. Но даже это не останавливает людей, влюбленных в породу. К сожалению, симпатия может пройти, когда энергии хаски не дают выхода. В результате собак выгоняют из дома, и они скитаются на улице. Эта хасочка уже несколько недель бегает на Петровском проезде. Очень контактная. Говорят, хозяин ее выбросил, оставив щенков. Хозяин у этой собачки объявлялся, и детей от нее отгонял палкой. А потом эта собачка вновь без хозяина гуляла. Собака очень дружелюбная. Хозяин неадекватен. Неоднократно с ним лично общалась по поводу собаки. Результата, как видим, нет. Дальнейшая судьба таких животных под вопросом. И хорошо, если они окажутся в приюте. За последний год-полтора у нас было больше десятка хаски. Сейчас на данный момент осталось три хаски и один маламут совершенно шикарный. До сих пор не понятно, почему он у нас сидит. Потому что замечательный пес Алтай. Но так вот люди разбирают. И слава богу, еще не было ни разу, чтобы возвращали. Одна хаски появилась в приюте домашний месяц назад. Ее привезли из Отлова. Печальная судьба никак не ожесточила собаку. Она, наоборот, очень контактная и жаждет общения с каждым, кто проявил к ней внимание. Хаски очень подвижны и неутомимы. Им нужны серьезные нагрузки и длительный выгул. Хозяин такой собаки должен тратить на прогулку со своим питомцем хотя бы два часа в день. А лучше три-четыре. Тогда с собакой не будет никаких проблем. У хаски прекрасный интеллект. Главное сразу установить границы дозволенного. По словам заводчика, секрет гармонии в отличном воспитании и постоянном внимании к своему питомцу. Хаски – ездовая собака. И, как всякая ездовая собака, прекрасно умеет ездить на шее своего хозяина. Садится на шею быстро, окончательно, бесповоротно. Еще будет хвостиком вас подгонять, чтобы вы ее лучше на этой шее возили. Опять-таки, воспитание, дрессировка и все, что будет нельзя взрослой собаке, нельзя щенку. Тандем создается трудом. Каждодневным, упорным. Но тогда вы получите собаку своей мечты. Тех же, кто пока на пути к своей идеальной хаске, ждут в приюте домашней. Здесь можно познакомиться с любой собакой. Взять над ней шефство и при желании забрать четвероногого друга домой. Двери питомника открыты для всех людей с добрым сердцем. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ. В центре «Видного» состоялась необычная экскурсия, организованная специалистами районного историко-культурного центра под названием «Улицы Старого Города». Посетить ее мог любой желающий. Среди тех, кто прогулялся по старинным улочкам, была и наша съемочная группа. Послушал рассказ экскурсовода Максим Козлов. Начнем мы нашу экскурсию от улицы Старого Города с этого здания. Историко-культурный центр входит в архитектурный ансамбль центральной площади города и лучшего места для начала экскурсии не придумать. Создавая цикл этих лекций под открытым небом, сотрудники и КЦ ориентировались на самую широкую аудиторию. Наш город сейчас настолько разросся, новые микрорайоны. Я надеюсь, что придут люди и те, которые не знают, как зарождался наш город. Ну и, конечно, тем нашим первостроителям. Еще раз напомнить о их молодости, о том, как наш город появился. В ходе этой интеллектуальной пешеходной прогулки перед собравшимися постепенно открывалась история родного края, начиная с 19 века и до наших дней. Старая часть Видного относительно небольшая. Пройти ее всю можно в течение часа. А с интересным рассказчиком время пролетает незаметно. Интересно, что по ходу экскурсии к ней постоянно присоединялись местные жители. Естественно, что особое место в этой экскурсии уделили человеку, без которого Видное имело бы совсем другой вид – главному архитектору города. Это Борис Владимирович Ефимович. Он на своем проекте предоставил комиссии. И для рабочих, которые ютились в этих вагончиках, в бараках, построить двух- и трехэтажные коттеджи. Смотрите, они из красного кирпича. Состав экскурсантов разнообразен. Здесь и юные видновчане, и люди в возрасте. Послушать рассказ об истории старых видновских улиц пришли и несколько молодых мам. Мне интересно послушать про город, как он развивался, как он жил, строился, как начиналась его жизнь. Какие люди здесь были, что они сделали для этого города. К 90-летию области и района для жителей и гостей Ленинского муниципалитета подготовлено более 20 автобусных и пешеходных экскурсий. Некоторые можно посетить уже в ближайшие дни. Уже прошла экскурсия в Булатниково у нас. В субботу запланирована у нас экскурсия по поселку Горки-Ленинский. Также будут по остальным поселениям проходить такие же экскурсии. Будут проводить сотрудники центра нашего и наши краеведы. Расписание бесплатных экскурсий можно узнать на афишах или интернет-сайте районного историко-культурного центра. Максим Козлов, Сергей Ларин, Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин